Скорая помощь за 50 рублей. Такую услугу предлагает жителям МИАСа некий благотворительный фонд. А еще обещает консультации педиатра, массаж, юридическую и даже финансовую поддержку. Объявления появились на подъездах жилых домов, однако такой набор услуг насторожил и медиков, и юристов. Мария Агеева спросила у экспертов, стоит ли верить заманчивым обещаниям. Раиса и Батулина внимательно изучают новые объявления на своем подъезде. Некий благотворительный фонд обещает жильцам едва ли не манну небесную. Услуги частной скорой помощи, консультации педиатра, возможность срочно вызвать врача на дом, получить юридическую помощь и даже массаж. А еще финансовую поддержку тяжело больным. Бесплатно, значится в верхней части объявления. А в нижней приписано. За все это установлена абонентская плата. 50 рублей с квартиры ежемесячно. Почему я? Скорая помощь должна быть бесплатной. Почему я должна платить еще? Такие объявления появились на домах МИАСа. Жители насторожились. Уж очень странные условия. Наша съемочная группа решила обратиться по указанному адресу. Офис фонда, два небольших кабинета. Столы, стулья, шкафы и горшки с цветами. Представитель организации рассказывает, пока фонд еще не работает. Сначала нужно заключить контракт с частной скорой помощью аж из Перми, которая якобы открывает в МИАСе филиал. 50 рублей, объясняют сотрудники, это взнос на существование фонда и зарплату специалистам. Мужчина заверяет, нанимать будут только квалифицированных врачей. Только кто будет проверять квалификацию, неясно. Там работают совсем другие специалисты, которые будут отбирать по жесткому адресу. Которые могут приехать и дать консультацию. Правильно, которое должна чей-то заболеть. Что случилось? Представитель фонда вручает нам образец договора и с ним мы отправляемся к юристу. Ольга Усачева рассказывает, такая организация действительно зарегистрирована. Существует всего месяц. Однако, по данным юриста, имеет право предоставлять только финансовые услуги. Ни о какой благотворительности, а тем более об оказании медицинской помощи, речи в лицензии не идет. Ольга просмотрела и сам договор и посчитала, что он составлен не по правилам. Эти услуги, которые фонд берется на себя оказывать, это, допустим, услуги частной скорой помощи, финансовая поддержка тяжелобольных, находящихся в стационарном лечении, услуги по перевозке, консультации врачей, то есть услуги массажиста. То есть эти услуги, в первую очередь, должны быть оказаны квалифицированными лицами. Что это будет за лица? Опять же, в договоре не содержится. Обратились мы в Министерство здравоохранения. Там от сотрудничества с этим фондом открещиваются. И удивляются, что одна организация обещает оказывать такие разные услуги сразу. Никаких действий со стороны данного фонда, если он даже существует в реале, с Министерством здравоохранения, насколько я узнал, с управлениями других ведомств, они были не согласованы. Поэтому считаю, что это действуют мошенники. Просто за счет малой цифры и суммы, видимо, хотят взять количество. Теперь представители министерства планируют обратиться в прокуратуру, чтобы там проверили работу фонда. Специалисты также советуют не оставлять свои персональные данные в анкетах подобных организаций, а договоры показывать юристам, прежде чем подписывать. Иначе можно попасться на удочку мошенникам.